Взятие Иисуса под стражу Первосвященники, дав тайное поручение Иуде, взять Иисуса и связанного привезти к ним и сделать все это осторожно, не могли, конечно, объявить отряду, кого именно он должен задержать. Они должны были ограничиться приказанием взять того, на кого укажет им Иуда. Такая осторожность со стороны первосвященников требовалась по двум причинам. Посланные могли встретить случайно бодрствующих из народа, проболтаться им, за кем идут, и тем привлечь толпу, которая могла бы и освободить задержанного пророка своего. К тому же был уже случай, когда стража храма и слуги первосвященников, посланные взятия Иисуса, не посмели задержать его. Атеанна VII, 45-46. Вот почему отряду было приказано взять того, на кого укажет Иуда. А Иуда, строго храня тайну данного ему поручения, ограничился одним лишь указанием. Кого я поцелую, тот и есть, за кем мы идем. Возьмите его и ведите осторожно. Из последующего поведения Иуды и предложенного ему Иисусом вопроса, можно заключить, что он намеревался, отделившись от отряда, подойти к Иисусу с обычным приветствием, поцеловать его, затем отойти к апостолам и тем скрыть свое предательство. Но это ему не удалось. Когда он поспешно подошел к Иисусу и растерянно сказал «Рави, рави», то Иисус кротко спросил его «Друг, для чего ты пришел?» от Матфея, 26-я, 50-й. Не зная, что сказать, Иуда в смущении произнес «Радуйся, рави» и поцеловал его от Матфея, 26-я, 49-й. Чтобы показать Иуде, что он не может скрыть своего предательства, Иисус сказал «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Между тем стража приблизилась к Иисусу, и он, желая показать, что сам добровольно отдается ей, спросил «Кого ищете?» Хотя отряд не знал, за кем послан, но в нем находились старейшины народа, члены Синедриона, пришедшие, быть может, для того, чтобы наблюдать и за Иудой, как он исполнит секретное поручение, не обманет ли он. Эти-то старейшины на вопросы Иисуса «Кого ищете?» ответили «И Иисуса Назорея» от Иоанна, 18-й, 4-й, 5-й. Трудно предполагать, что прибывшие с отрядом старейшины не узнали Иисуса. Скорее можно думать, что они притворились неузнавшими Его, любопытствуя видеть, что Он при таких обстоятельствах предпримет. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его, которому впоследствии обнаружения предательства не удалось присоединиться к апостолам. «Это Я, Кого вы ищете?» громко сказал Иисус старейшинам и всему явившемуся за Ним отряду. Стражникам внушено было действовать осторожно. Им сказано было, что того, за кем они посланы, придется взять хитростью, обманом, так как Он имеет приверженцев, которые могут заступиться за Него и укрыть Его. И каково же было удивление стражников, когда Иисус говорит им «Это Я, Кого приказано вам взять, берите же Меня». Неожиданность такого ответа, сила Духа, проявленная при этом Иисусом, произвели на стражников необычайное действие. Они отступили назад и пали на землю. Эта могучая сила заставила жадных до наживы торгашей безмолвно подчиниться Иисусу и без сопротивления очистить храм. Та же сила Духа подчинила себе озлобленных фарисеев, схвативших камни, чтобы убить Иисуса. Руки их опустились, и камни выпали из них. И теперь толпа, пришедшая с мечами и дрекольями, чтобы взять какого-то важного преступника, пораженная той же силой, отступила и в испуге припала на землю. В толпе, пришедшей в зять Иисуса, были, между прочим, и служители от первосвященников. Не те ли это служители, которых первосвященники как-то посылали в зять Иисуса? Они тогда не взяли Его и, вернувшись к пославшим, их сказали. «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Это Анна 7, 46. Если это были те самые служители и шли за Иудой, не зная, кого им предстоит взять, то, несомненно, что, увидев Иисуса и услышав Его кроткий ответ, они не только могли, но должны были прийти в величайшее смущение. Невольный страх перед Иисусом, слову которого повиновались даже и бесы, должен был потрясти их настолько, что они отступили назад и пали на землю. Это Анна 18, 6. Отступили назад, то есть как бы отказались от своего намерения взять Иисуса. Пали на землю, быть может, в знак преклонения пред тем, кто совершил такое множество чудес. Но главную силу в отряде, пришедшем в Гефсиманский сад, составляли римские воины с тысяченачальником, взятые первосвященниками из числа охранявших порядок при храме. Воины эти были язычники, а язычники того времени, утратив веру в своих самодельных богов, были крайне суеверны. Иуда не сказал воинам, за кем они идут. Но когда на вопросы Иисуса «Кого ищете?» старейшины ответили «Иисус и Назарея», воины должны были вспомнить все, что слышали о нем. Должны были вспомнить и торжественный въезд его в Иерусалим. Они, быть может, слышали от членов Синедриона, что Иисус Назарянин именует себя Сыном Божиим. И если Пилату боялся, когда первосвященники стали обвинять Иисуса в том, что Он сделал Себя Сыном Божиим, Ат. 19, 7, 8, то и римские воины, приведенные Иудой в Гефсиманский сад, зная, в чем первосвященники и фарисеи обвиняют Иисуса, не только могли, но должны были испугаться, когда узнали, что пришли арестовать известного чудотворца, именующего Себя Сыном Божиим. Мысль о том, что неведомый им Бог, Сыном Которого называет Себя Иисус, будет мстить за Сына, невольно должна была привести в трепет суеверных язычников. И они в страхе отступили назад и пали на землю. Но когда затем они увидели, что Иисус не только не призывает Отца Своего к отмщению, но Сам добровольно отдается в их власть и даже запрещает ученикам Своим защищать Его, тогда страх их рассеялся, смущение прошло, и они приступили к исполнению приказания первосвященников. В это время стали собираться вокруг Иисуса остальные восемь апостолов. Стражники очнулись от охватившего их ужаса. Некоторые из них подошли к Иисусу ближе, другие же, по-видимому, хотели предупредить сопротивление со стороны учеников Его и для этого захватить и их всех. Тогда Иисус опять спросил их, «Кого ищете?» И когда Ему ответили по-прежнему Иисуса Назарея, то сказал им, «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищите, оставьте их, пусть идут». Приводя эти слова Иисуса, евангелиста Анат Себя поясняет, что в эту самую ночь Иисус, молясь за Своих учеников, чтобы Отец Небесный сохранил их, сказал, «Из тех, которых Ты мне дал, Я не погубил никого». И эти слова должны были сбыться и действительно сбылись. Стража оставила апостолов и приступила к Иисусу. Тогда апостолы, подошедшие ближе к Иисусу, хотели заступиться за Него. Кто-то спросил, «Господи, не ударит ли нам мечом?» А Петр, не дождавшись ответа, выхватил из ножа находившийся при нем меч, ударил им одного из стражников по имени Малха, оказавшегося слугой первосвященника, и отсек ему правое ухо. По-видимому, и другие апостолы хотели последовать примеру Петра, но Иисус остановил их рвение, сказав им, «Оставьте, довольны» от Луки 22, 51. И, подойдя к Малху, коснулся поврежденного уха его и тотчас же исцелил его. Обращаясь же затем к апостолу Петру, сказал, «Вложи меч в ножны, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» от Матфея 26, 52, от Иоанна 18, 11. То есть все, противящиеся проявлению зла грубой силой, злом, рано или поздно погибнут от такой же силы. Разъясняя далее Петру всю необдуманность его поступка, Иисус сказал, «Неужели ты думаешь, что можешь помешать исполнению воли Отца Моего? Неужели возможно мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Это Иоанна 18, 11. «Как еще слаба твоя вера! Неужели ты думаешь, что они могут взять меня против моей воли? Или думаешь, что я не могу теперь же умолить Отца Моего, чтобы Он послал в защиту мою более нежели двенадцать легионов ангелов» от Матфея 26, 53. «И если все это непонятно тебе, то смотри, по крайней мере, на все свершающееся теперь, как на исполнение пророчеств обо мне». Первоначально казалось, что в отряде воинов, сторожей храма и слуг имеется всего лишь несколько осведомленных с делом старейшин, которые отвечали на вопрос, кого ищете. После же выяснилось, что с этой толпой пришли первосвященники и начальники храма, которые, очевидно, не могли утерпеть, чтобы не удовлетворить свое злорадство присутствием при аресте ненавистного им пророка. В Евангелии нередко говорится о первосвященниках. Собственно, первосвященником, первым из священников, мог быть только один священник. Но называли первосвященниками не только состоящего в этой должности, но и всех отставных первосвященников. Отставных же в то время было много, так как после присоединения Иудеи к Римской империи утверждение и смена первосвященников зависели от римских правителей, которые часто сменяли их, назначая угодных себе, и вообще не любили, чтобы на этой должности долго оставалось одно и то же лицо. Кроме того, первосвященником называли и первого в священнической череде. Таким образом, кроме одного настоящего первосвященника, каким был в то время Каиафа, было много еще так называемых первосвященников. Такие-то первосвященники и начальники храма и вмешались в толпу, отправленных за Иисусом стражников. Увидя их, Иисус сказал, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колиями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». От Луки 22, 52-53. После того, вполне уже пришедшие в себя стражники подошли по приказанию первосвященников и старейшин к Иисусу и связали его. Тогда апостолы, опасаясь, что и их постигнет та же участь, тотчас же оставили своего учителя и бежали. Избылось предсказание «Поражу пастыря, и рассеются овцы его, Захария, 13-7, от Матфея, 26-31». Когда предводительствуемый первосвященниками и тысяченачальником отряд повел Иисуса в Иерусалим, то воины заметили, что какой-то юноша, завернувшись в покрывало, следовал за ними. Находя такое выслеживание подозрительным, они схватили его за покрывало, а он убежал, причем оказалось, что покрывало было надето им на совершенно ногое тело. Очевидно, этот юноша жил тут же в селении Гефсимании, проснулся от шума, произведенного отрядом, и поспешил, не одеваясь, а лишь прикрывшись одеялом, выйти из дома и узнать, кто это так шумит в полночь. Об этом юноше упоминает один только евангелист Марк, но не называет его по имени. Древнее предание гласит, что этот юноша был сам Марк. Куда бежали девять апостолов, неизвестно, но двое, Петр и Иоанн, если оставили Иисуса, то все-таки не решились далеко уйти от него. Желание узнать, что станется с ним, влекло их к нему. И вот они вышли из своего кратковременного убежища, и издали стали следить за удалявшимся отрядом. Потом пошли следом за ним, хотя и в некотором отдалении. И так дошли до Иерусалима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok